У Зинаиды Андреевны тазики всегда под рукой. Немного потеплело, жди потоп. Вот посмотрите, у нас с 2016 года вот такие постоянно потёки с крыши. Мы везде ходим, везде пишем, жалуемся. Вы видите, как обои подошли. Вот только недавно соседка сделала ремонт потолка. И такие водопады почти в каждой квартире. Дома 41 по улице Димитрова. Это первый панельный дом в Володарском районе, 65-й год постройки. Капитально многоэтажка не ремонтировалась никогда. В подтверждении тому информация на сайте регионального фонда капитального ремонта. Ставим тазики, ставим ведра, ставим кастрюльки, что можно. Перед Новым годом, 31 числа, был тот же самый потоп. Так же самое. Ведра, тазики. И сколько это будет продолжаться. В другой квартире дела не лучше. Те же тазики, те же кастрюльки. Весь подоконник и сюда и поставить ничего. Вот это полное ведро было. Вчера воды на тепло. Вон еще тряпка мокрая. Обои тоже все отстают, да? Да, вот все отстало. Капель в доме по улице Димитрова началась в 2013 году. Жалобы управляющую компанию успехов не принесли. Придут, составят акт, где-то подлотают. Но ситуация в корне не меняется. Пришли, составили акт, все, и опять то же самое. Уже надоело. Каждый год, в общем. Каждый год. Я уже боюсь, думаю, господи, подойдет это или розетки, так еще что-то будет. Ну да, электричество, конечно. Да, страшно. Море и в подъезде. Видно, весь угол отсырел. Это стык панелей. Через него вода с прохудившейся крыши течет с пятого и по первый этаж. Ходила, повещала жильцом, что к нам приедет телевидение. Грянская губерния. И я поднималась по всему нашему подъезду, во все квартиры. Здесь тоже тепло, и вот здесь вот большая стояла лужа. Понимаете, это вот постоянно, каждый год так происходит. И если бы крыша была единственной проблемой, тут без актов и заключений из ЖЭУ видно, все рушится. Капитальный ремонт дома не проводился. То есть не ремонтировалась крыша, не ремонтировалась капитально. Значит, не ремонтировались швы в этом доме, балконы не ремонтировались. В настоящее время кровля течет так, что заливает первые этажи. Писали несколько лет в разные инстанции. Толку мало. Лариса удивляется. Изначально капитальный ремонт был запланирован на 2017 год. Есть документы, в них даже указывается, что стоить все будет чуть меньше двух миллионов рублей. Но почему-то тянули, как могли. А жильцы ставили тазики и с грустью смотрели, как капиталь от крыши соседних домов. В 2018 году брянские чиновники прислали еще одну отписку. И там уже ремонт крыши оценили в три с половиной миллиона. Если дома 50 лет, а фонд капитального ремонта был создан только что, то никак жильцы не могут собрать такую сумму. И еще возникает вопрос. Как определяется плановость проведения этих ремонтов? За ответами идем в фонд капремонта. Есть четыре критерия основных. Это год постройки дома, год последнего капитального ремонта, количество собранных средств и необходимость капитального ремонта. Вроде и по всем критериям подходит. Дом старый, ремонта никогда не было, необходимость есть. Наверное, денег мало собрали. Так на то и фонд капремонта. По сути, это общий котел, откуда можно взять, а потом доложить. У жильцов свое мнение. А вопрос, почему не ремонтируется? Потому что для него нужны большие средства. И те средства, которые собирают жильцы, они никогда не соберут на выполнение этого капитального ремонта. Тем не менее, фонд уже делает планы на следующие три года. 41-й дом в них вписан. Сейчас мы заканчиваем реализацию трехлетнего периода 17-19 года. И следующий трехлетний период – это 20-22 года. Как раз дом по Димитрова 41 попадает в капитальный ремонт в ближайший период 20-21 года по ремонту крыши. За 19-й год фонд сформирует краткосрочный план, где будет определен точный год ремонта. А за кровлей жильцы Димитрова 41 будут ждать капитального ремонта фасада. Он запланирован на 1935-1937 годы. Глядя на этих бабушек, вспоминается Некрасов. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Хотя и тут фонд предлагает варианты. Обратиться в региональную комиссию при департаменте ТЭК и ЖКХ с заявлением. Или собирать деньги на капремонт не в общем котле фонда, а на спецсчетах. Тогда срок ремонта будет зависеть только от того, насколько быстро жильцы соберут нужную сумму. Андрей Мамошин, Игорь Винничук, Максим Кузнецов. События. Брянск.